Всем привет! Это Фак и я профессор Пуланс. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырёх играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Так что устраивайтесь поудобнее и внимайте! Смотрите сегодня! Сюжет Тейлос оф Манки Айленд захватывает и удержаться. Прохождение второй главы Виссишов Спиннер Кэй будет очень непросто. Бэтмен Аркэм Эсилум. Экшн от третьего лица про всеизвестного супергероя. Зрелищные потасовки и элементы детектива в комплекте. All Aspect Warfare. Очередное творение скандально известного геймдизайнера Дерека Смарта. На этот раз ставка сделана на открытый мир и кучу техники. Чёрные бушлаты. Достаточно разнообразная и достоверная игра на тему Великой Отечественной войны. Вас ждут около ста видов войны техники и продолжительный игровой процесс. В последнее время игровые сериалы проявляют небывалую активность. Не далее, как в прошлый раз мы разделались с вашими письмами к третьему эпизоду Волоса и Громета. И уже на этой неделе нас завалили вопросами по поводу второй главы Tales of Monkey Island, которая, кстати, получила название The Siege of Spinner K. Вторая глава застаёт Гайброша в очень пикантном положении. Загадочная молодая девушка Морган Лэфлай держит у его горла саблю, а верный помощник Винслон заперз в трюме корабля. Как выясняется позже, девушку направил безумный учёный маркиз для Синге. Ему для опытов нужна заражённая рука Гайброша. Понятное дело, справиться с такой проблемой опытному игроку большого труда не составит. Тем более, что только после этого начнётся второй эпизод. Впрочем, со своей задачей Лэфлай справляется как нельзя лучше. И Гайброш всю вторую серию, как настоящий пират, ходит с крюком вместо руки. Но это не мешает ему раздобыть три магических артефакта и проучить пару шапок до золота пиратов. Главный злодей Летчак в этот раз ведёт себя крайне странно. Он заметно раздобрел, но одновременно с этим стал довольно неплохо соображать. Так что проблем с ним по-прежнему будет немало. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2 ГГц, 1 ГБ оперативный и 256 МБ видеопамяти. На жёстком диске Tales of Monkey Island весь switch of Spinner K займёт 300 МБ. Геймплей строится на традиционных квестовых элементах. Ветвистых диалогах, сборе и комбинировании предметов и манипуляциях с рычагами. С другой стороны, теперь не нужно запоминать и выписывать в блокнотик массу всевозможной информации и терять сознание, пробуя десятки комбинаций различных предметов. Всё стало компактнее, лаконичнее, подсказки и ответы можно найти на расстоянии вытянутой руки, а для особенно непонятливых слово-пароль напишут крупными бупами на куске карты. Для кого-то это может оказаться существенным недостатком, но для большинства геймеров простота прохождения и логичные решаемые задачки – главный признак хорошей аркады – пятёрка за геймплей. Недостаток хардкора в игровом процессе компенсируется дотошно воссозданной атмосферой и фирменным чувством юмора, полного соли, грога и солнца. Пять баллов за внешний вид. Говоря о звуке, нельзя не вспомнить оригинальную игру. Мало того, что в новом «Острове обезьян» вы услышите уже знакомые и полюбившиеся мелодии, так ещё и главный игрой Гайбраш говорит тем же голосом, что и раньше. Пятёрка за звук. В итоге мы имеем достойный ремейк игры десятилетней давности. Что касается непосредственно второй части, то она мало чем отличается от первой. Новая история со старыми героями в тех же декорациях. Если вы небольшой фанат серии, то вам вполне хватит одного эпизода. Впрочем, сюжет захватывает и удержаться от продолжения будет ох как непросто. Пятёрку получает сегодня вторая глава «Острове обезьян». Что касается второй главы, то я за неё спокоен. Как я уже говорил, писем с вопросами по прохождению пришло очень много, а это явный признак того, что игра геймеров заинтересовала. Если кому-то до сих пор не удалось пройти вторую часть, всё внимание на экран. Наши ответы на самые частые вопросы по игре. Вопрос. Один из артефактов находится у пиратов в сундуке, который они собираются закопать. Как мне его у них забрать? Отвечаем. Здесь вам на помощь придёт верный попугай Гайбрышем. Отвлеките пиратов и положите птицу к ним в сундук с артефактом. Когда клад будет надёжно спрятан, вам останется только отыскать нужный остров, где характерные вопли попугая укажут место, где пираты закопали своё сокровище. Вопрос. Злобный пират, который пытается утопить водоплавающее, сломал мне мачту. Как его победить? Отвечаем. Поступить нужно очень остроумно. Отправляйтесь на остров, где пираты спрятали клад, который вы уже давно выкопали. Там, в глубокой задумчивости, они пытаются вспомнить, куда закопали сундук. Посоветуйте им поискать под пробковым деревом. В результате пальма нагрянится, и Гайбрышу останется лишь легонько ёпнуть. Затем попросите починить ваш корабль и поставить новую мачту из этого самого дерева. Теперь можете смело отправляться спасать водоплавающее. Пират выстрелит из пушки, но новая мачта сработает, как пружина, и отправит ядро обратно. Совсем недавно проект Zoom рассказывал вам о новом экшене от компании Rocksteady Studios Batman Arkham Asylum. Сегодня мы с вами более детально рассмотрим все прелести этой игры. И, конечно же, поставим оценки. Само название – Arkham Asylum – явная отсылка к городу Ланкрафту и его городу Аркхэм. Именно там происходит действие большинства рассказов писателя. Пречебница присутствует практически во всех произведениях о Бэтмене, начиная с 1974 года. Но главной работой, посвященной этому мрачному месту, считается комикс Arkham Asylum 89 года. Сюжет здесь шизофренически раздваивается. Одна сторона – триллера Бэтмене, другая – трагедия основателя лечебницы Амадеи Аркхэма. Пациенты сумасшедшего дома во главе с Джокером берут в заложники медперсонал и выдвигают требования. Бэтмен должен прийти в лечебницу, его место рядом с ними. Несмотря на одинаковое название, игры и комиксы, и очевидное сходство сюжета, Айдес отказывается назвать Бэтмен Аркхэма силом адаптацией комикса. Как утверждают разработчики из Rocksteady Studios, они черпали вдохновение в самых разных произведениях. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске игра Бэтмен Аркхэма силом займет 8 ГБ. Разработчики дают игроку почувствовать себя настоящим Бэтменом. Прежде всего имеются в виду его знаменитые гаджеты. Метательные звездочки в форме летучей мыши, гарпун с веревкой для лазанья по стенам, портативные взрывные устройства. Все эти предметы действительно участвуют в геймплее, а не пылятся под плащом до скриптовой сцены. Еще Бэтмену помогает рентгеновское зрение. Включив его, он видит сквозь предметы скелеты врагов с подсвеченным оружием. Но главное, в этом режиме жирным маркером обозначаются важные для геймплея области. Например, рубильник или выступ, за который удобно зацепиться. Пятерка за геймплей. Что примечательно, мощные фигуры героя, облаченные в плащ, нисколько не загоранживают игроку обзор. Более того, камера справляется с различными ракурсами и ловко подстраивается под выкрутасы Бэтмена. И когда кажется, что места для виртуального оператора совсем не осталось, например, герой приютился на крохотном выступе под потолком, а она вдруг перемещается за Бэтменовы уши. Что же до остальных прелести игрового мира? То тут все очень даже хорошо, учитывая тот факт, что игрушка мультиплатформенная. Ну и кроме всего прочего, картину дополняют мелочи вроде вырывания вентиляционных решеток. Вместо того, чтобы просто выбить решетку ногой, Бэтмен, как бы подчеркивая свою мужественность, выдирает ее голыми руками. Четверка за графическое оформление. Звук в Бэтмене может похвастаться обилием качественно проработанных диалогов. Все персонажи разговаривают разными голосами, и надо заметить, что каждый голос под стать своему персонажу. Также стоит отметить те самые гаджеты нашего героя. Все они подзвучены с особым вниманием, что очень приятно. Пятерка за звуковое сопровождение. Частлив. Хай, Бимен! На связи Харли Квинн! Как тебе мой новый костюмчик? Класс, правда? О, хотела тебе кое-что показать. Секундочку! Та-дам! Я подменяю старикашку! Старина Шарфи так счастлив! Rocksteady Studios гордо заявляет, что их Бэтмен – простой человек, не наделенный суперспособностями, и в доказательство показывают, как Брюс Уэйн юлой крутится в толпе врагов, словно Нево из второй матрицы, щедро раздавая за трещины направо и налево. Действительно, какие уж тут суперспособности. Все это несколько не соответствует духу взрослой игры, которой Бэтмен Аркем Асиллум явно себя считает. Общая оценка игры – 4 балла. Кроме зрелищных потасовок, в Аркем Асиллум есть элементы детектива. Герой должен разгадать планы Джокера и не дать им притвориться в жизнь. А это, поверьте мне, очень нелегко. О некоторых труднопроходимых местах смотрите наши ответы на ваши вопросы по игре «Бэтмен Аркем Асиллум». Вопрос. Помогите пройти момент заложникам в самом начале игры. Никак не могу понять, как мне его освободить, когда я прыгаю к врагу, миссия обрывается. Что делать? Отвечаем. Вам нужно нажать клавишу «Х». Эта функция подскажет вам, откуда лучше атаковать противника. Планируем при помощи плаща и мощем супостата. Следующий вопрос. А что делать с челюстями Джокера? Ноги, руки не помогают. Как быть? Отвечаем. Чтобы избавиться от мелких врагов, в том числе и челюстью Джокера, используйте батаранг. Следующий вопрос. Во время игры постоянно натыкаюсь на какие-то вопросительные знаки. Что это и что с ними делать? Отвечаем. Вопросительный знак – это символ, который всегда разделен на части. Одна часть на одной стене, другая на другой. Чтобы раскрыть секрет, надо найти точку обзора, с которой видно обе части символа. Смотрите далее. Черные бушлаты. Достаточно разнообразная и достоверная игра на тему Великой Отечественной войны. Вас ждут около ста видов военной техники и продолжительный игровой процесс. All Aspect Warfare – очередное творение скандально известного геймдизайнера Деррика Смарта. На этот раз ставка сделана на открытый мир и кучу техники. Это был анон второй части. Увидимся сразу после рекламы. Стоп по мотору, пожаре рекламы. Саня, ты в студии? Да. Можно поставить свет по-человечески? Хорошо, сейчас. Темно. Светло. Темно. Вот так. Темно. Светло. Хорошо. Вот это очень светло сейчас. Сделай паузу. Скушай Твикс. Черные бушлаты. Это новый проект, который расскажет о подвигах советских морских пехотинцев на Черном море во время Великой Отечественной войны. Разработчики приготовили для нас с вами целых 23 миссии. Что они из себя представляют, мы расскажем прямо сейчас. Черные бушлаты. Это военно-исторический боевик о подвигах советских морских пехотинцев. Игра представляет масштабные битвы, проходившие на Черном море во времена Второй мировой. Высадка десанта под Феодосией, обороны Севастополя, Одессы и Малой земли. Подвиг роты Константина Ольшанского и оккупация румынских портов. Лишь некоторые из них. В этой игре разработчики показывают элиту советских вооруженных сил до силия незаслуженно обойденную игровой индустрии. Нам предлагают пройти 23 военные миссии за СССР против войск Германии, Румынии и Италии в шести исторических сражениях и десантных операциях. Концепция и сценарии для этого проекта были разработаны писателем Александром Зоричем. А советские морские пехотинцы главные герои игры. Кроме того, вас ждут около ста видов военной техники. Танки, самоходные артиллерийские установки, бронеавтомобили, бронепоезда, различные боевые и вспомогательные самолеты, а также корабли и катера. Рекомендуемые системные требования. Двуядерный процессор с частотой 2,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ видео, а также 5 ГБ свободного места на жестком диске. Игровой процесс не сильно отличается от некоторых игр, которые мы видели ранее. В первую очередь, все происходящее очень сильно напоминает в тылу врага. Черные бушлаты цепляют своей масштабностью и динамичностью. Кроме того, учтите количество миссий и их сложность, что также добавляет интерес. Добавим ко всему сказанному, что игра очень достоверна исторически и имеет широчайший выбор техники. И в итоге получаем очень хорошие общие ощущения от игрового процесса. Поэтому смело ставим 4 балла за геймплей. Внешний вид игры немного устаревший. Всякий раз, когда игровой процесс затягивает, на графику не обращаешь особого внимания. Но все поклонники этой серии игр уже заждались современной картинки. Хочется и анимацию поприличнее, и модели юнитов более подробные, и спецэффекты покрасочнее. К сожалению, мы не можем поставить больше 3 баллов за внешний вид игры. Звук остался таким же, как и раньше. Но это неплохо, так как он вполне живой и реалистичный. Постоянные перестрелки, взрывы и голоса ваших солдат поддерживают постоянную атмосферу настоящего боя. К сожалению, не всегда хватает музыкального сопровождения. Но мы все равно поставим 4 балла за звук и предлагаем вам прослушать небольшой фрагмент из игры. Румынские полки, расположенные на рубеже Чабанка, Новая Дофиновка, остались на своих планах. Чтобы довершить разгром врага, наступление перешли дивизии восточного сектора Одесского оборонительного района. Также советское командование по-прежнему беспокоил вопрос о румынской тяжелой артиллерии. Где именно находятся орудия, еще предстояло выяснить. Играть в черные бушлаты – эдакое повторение пройденного материала. Фактически, этот проект можно считать набором дополнительных миссий и сценариев. Но реально, игра все равно заставляет задержаться перед монитором на долгие дни. Если выливаетесь с трудностей и готовы встретить их с честью, обязательно опробуйте этот продукт. А наша общая оценка игры – уверенные 4 балла. Игра производит сугубо положительные впечатления. Увы, без глюков не обошлось, но они незначительные. Поэтому, если вам нравится идея подобных разработок, отбросьте все сомнения и поиграйте в черные бушлаты. А мы, в свою очередь, поможем вам с прохождением. Первый вопрос. Помогите мне пройти вторую миссию. Мне нужно освободить деревню от румынов. Несколько часов бьюсь и не понимаю, что нужно сделать. Отвечаем. Обратите внимание, что ваша цель указана к разным треугольникам. В первой части этого задания вам необходимо уничтожить артиллерию, находящуюся в стороне от деревни. Во второй части задания вам нужно просто уничтожить всех врагов. Следующий вопрос. А как мне захватить вражескую технику? После моей атаки все танки и машины не ремонтируются. Неужели нельзя захватить вражеские танки? Отвечаем. Захватить и отремонтировать трофейные машины можно. Для этого во время атаки старайтесь не повредить корпус. Для разных видов техники может понадобиться разное оружие. Например, бутылки с зажигательной смесью, определенного вида гранаты или даже просто пулемет. Неугомонный игровой дизайнер Дерек Смарт вновь порадовал игровую общественность новым симулятором с открытым миром и кучей техники. Проект известен под названием All Aspect Warfare. О нем-то сейчас и пойдет речь. Сюжет All Aspect Warfare вертится вокруг группы выживших из четырех ветеранов, застрявших на враждебной планете. Командование считает их мертвыми. По пятам гонятся враги инопланетной расы. Ситуация осложняется тем, что на планете существует некое оружие массового поражения, известное как рендом, и готовое в любой момент к применению. По иронии судьбы, это оружие, представляющее из себя убийцу планет, доставили на корабле землян. Однако корабль подвергся нападению и буквально свалился с орбиты. Одним словом, переделка та еще. С одной стороны, тикающая бомба, способная развалить планету на куски, с другой, целая армия инопланетян. И вот нам в компании четырех головорезов предстоит прорваться через этот ад, используя все доступные средства передвижения и уничтожения. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 256 МБ видеопамяти и 1 ГБ на жестком диске. Популярная ныне концепция открытого мира соблазнила и студию 3000AD. Игровой процесс All Aspect Warfare продолжает плебединную песню, затянутую в Galaxy Command и Universal Combat. Игра представляет из себя зубодробительную смесь из воздушного симулятора и шутера от первого лица. Гигантская планета, разбита на сектора, после захвата которых вы со своей командой отбиваетесь от волн врагов и передвигаетесь к следующему сектору. Незамысловато, но определенный кайф в этом присутствует, особенно в режиме мультиплеера. Наша оценка геймплея 4 балла. Графически All Aspect Warfare представляет из себя среднего пошиба движок, ориентированный в первую очередь на модели техники и ее разнообразие. Сам же ландшафт выглядит ровнее шахматной доски. Видно, что разработчики заигрывают с трехмеркой и смысловатым освещением, однако выходит это у них из рук вон плохо. Если бы не сетевая направленность, за графику смело можно ставить 2 балла. Но так как мультиплеер насчитывает тут до 64 человек, и это накладывает определенные ограничения на движок, за графику мы ставим 3 балла. А вот со звуком у игры дела куда хуже. Спецэффекты неважные. Внутри игровые диалоги не подзвучены, а фоновая музыка занудная и часто повторяется. За звуковое сопровождение All Aspect Warfare получает 1 балл. По сравнению с прошлыми творениями скандального дизайнера, All Aspect Warfare большой шаг вперед. В пользу этого говорит и открытый мир, и множество видов боевой техники, и уникальные боевые классы, неплохая сюжетная кампания, и массовый геймплей. Однако по стандартам дня сегодняшнего разработчики опоздали лет дедок на 5. Поэтому, несмотря на весь потенциал игры, наша общая оценка All Aspect Warfare всего 3 балла. All Aspect Warfare достойное творение Дерека Смарта, выдержанное в его любимом стиле. Быстрее, выше, сильнее и многообразнее. Немного коробит качество графики, однако это легко объяснимо наличием массового мультиплеера. А теперь перейдем к нашим ответам на ваши вопросы по игре All Aspect Warfare. Первый вопрос. Как обстоят дела в All Aspect Warfare с игрой по сети интернет? Отвечаем. В аспекте сетевой игры у All Aspect Warfare все козыри на руках. Во-первых, она бесплатная. Во-вторых, в вашем распоряжении шесть настраиваемых классов. Вы можете играть как за ВВС, так и проводить наземные операции. Присутствуют почти все мейнстримовые режимы. Search on Destroy, Team, Deathmatch, Survival и многие другие. Радует факт плотной кооперации между игроками. К примеру, если в вашем арсенале присутствует прибор лазерного наведения, то ваши напарники, кружащие в воздухе, могут наносить сокрушительные авиаудары по подсвеченным целям. Следующий вопрос. В чем различие между классами? Отвечаем. Как и в классических массовых онлайн-шутерах, классы Wall Aspect Warfare накладывают определенные ограничения на возможности игрока. К примеру, если вы выбрали пехотинца, то не сможете летать на истребителях. Но в то же самое время пилоты не могут использовать фишки пехоты. К примеру, пользоваться джекпаками. Следующий вопрос. А есть ли для игры какой-нибудь редактор уровней или пакет модов? Отвечаем. На данный момент информация по этому вопросу отсутствует. Несмотря на то, что при разработке использовался языковой пакет C++, по заверениям самого Дерека Смарта, на данный момент у компании нет никаких планов по раскрытию исходного кода и, соответственно, официальной поддержки моды в ближайшее время не предвидится. На сегодня, думаю, хватит. Игр так много, а эфирного времени, как всегда, не хватает. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Кстати, на вап-сайте канала Муз-ТВ появился мой личный блог. Заходите и задавайте вопросы. Будем общаться. Вап.муздефис.тв.ру Я всегда в твоем мобильном. И присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobakamuzdefis.tv.ru Мы обязательно все посмотрим и, по возможности, максимально оперативно ответим на ваши письма. До скорого!